В этом году я принимаю участие, хотя с лидером мы недавно вместе встретились в Московском Доме Национальностей, где обсуждали вопросы адаптации мигрантов. Приятно было услышать в этих сюжетах и произведения Александра Неверова «Ташкенкора», «Хлебное уже слово», это вошло, наверное, так как крылатое выражение, в лексикон русского языка, вспоминаю фильм советского периода «Огненные дороги», который вся советская страна смотрела о замечательном революционере, поэте, общественном деятельности, хамзе, аниезии. Так что действительно очень много общего у Узбекистана, граждан, уроженцев Узбекистана с Россией. К сожалению, время стирает эти ниточки, вызывает болезненное явление и вследствие просчетов национальной миграционной политики в России в 90-е, начале 2000-х годов. Неподготовленности к миграционным потокам, большие проблемы в воспитании российской молодежи, которая воспринимает приезжих враждебно, не только молодежь и другие социальные возрастные слои. И вот вспоминаю недавний опрос Левата-центра, который утверждает, что при большом уровне патриотизма, общем патриотическом подъеме в связи с воссоединением Крыма и другими процессами этого года, это все же фиксирует рост неприязни мигрантам, утверждающих то, что мигранты виноваты во всех гетах России, увеличилось по сравнению с началом 2000-х годов. Ну и конечно темы адаптации мигрантов, темы развещения мигрантов, снижения преступности в среде мигрантов, это тоже темы чрезвычайно важные. И надеюсь, что в ходе круглого стола будут выработаны рекомендации, которые лягут Москву и федеральной миграционной службой, и московских властей, и правительства России. И кстати, сегодня в Москве встреча экспертов, государств, членов ШОС по миграционным вопросам, где будут обсуждаться вопросы противодействия незаконной миграции, и меры государственно-правового регулирования трудовой миграции, и такое и государственное сотрудничество, и такое, как у нас сегодня здесь общественное, это чрезвычайно важно. Я сегодня, кстати, вот тогда, просматривая свежие материалы прессы, обратил внимание на то, о чем мы говорили некоторое время назад, это то, что работать с потенциальными мигрантами нужно еще в странах их проживания, перед их выездом на территорию Российской Федерации. Я увидел, что вот уже фонд помощи трудовой мигрантов из Средней Азии, который базируется в Санкт-Петербурге, на территорию Узбекистана, начал распространять информационные буклеты и информацию о службах, занятости, информацию о рынке труда, разъяснение законодательства. А в этом году, кстати, тут очень много оправок, и просто даже не то чтобы мигранты, а опытные юристы порой теряются и не могут все это воспроизвести, осознать. Поэтому просвещение, разъяснение должно стать одним из таких основополагающих моментов для органов власти и общественности. Скажу, что в Европе, а не только в России, стоит острая проблема миграции. Наверное, не случайно, Европейская комиссия недавно создала специальную должность комиссара Евросоюза по миграционной политике, внутренним делам. И был назначен Димитрос Абрамаковос, министр обороны Греции, специальным комиссаром. Я думаю, надо тоже выстраивать сотрудничество с этой структурой. Скажу, что был проведен опрос в европейских странах, опрошено более 6 тысяч человек, Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии. И только в Швеции оказалась Швеция единственной страной, где граждане сказали, что имитоммиграция в Европу приносит пользу их стране. И Великобритания, и Франция, и другие страны показали высокий уровень нетерпимости от мигрантов, неприятия мигрантов. Мы помним недавний референдум Швейцарии, который показал нетерпимость и постоянное выступление властей Великобритании о сокращении миграционных потоков. И это показывает, насколько эта проблема остра. В России, по данным центра РАНИР, миграция сейчас не является одной из самых обсуждаемых проблем. Все-таки больше в условиях санкций и нестабильности на финансово-экономическом рынке. По мнению россиян, более острыми проблемами являются рост цен, инфляции, бедность, проблемы ЖКХ, миграция. Где-то внимание к этой проблеме снизилось 11% в этом году, в прошлом году в 19%. Но, кстати, вот, наверное, показывает еще раз, что опрошенные наши граждане, наверное, не понимают вклад мигрантов в экономику России. И, в общем, этот вклад, он отчасти решает те проблемы, которые волнуют наших граждан в первую очередь. Вопросы ЖКХ и вопросы конкуренции на рынке, в том числе производства более дешевых товаров и услуг, которые сейчас в условиях кризиса могут быть более доступными. И особо отмечу еще одну проблему у миграции о беженцах. Она связана с беженцами из Украины. Недавно в Совете по правам человека мы обсуждали этот аспект. Было заявление Сергея Митрохина, лидера, яблоко о том, что не во всех регионах, собственно, необходимы условия для переселенцев из регионов Украины, Новороссии. Отмечал он и проблемы в Мордовии, Запайкалье, в ряде других регионах, где нет условий для проживания, сейчас особенно в химний период, не идет работа, должная работа в социальной сфере, с работодателями. И достаточно такие резкие неприятные конфликты возникают, когда... Продолжение следует...